Здравствуйте! Мы с вами на канале Процветок. Сегодня я с вами, Крылович Владимир, и мы поговорим с вами о заготовке иван-чая и акцентируем внимание на ферментации иван-чая. Потому что многие пытаются заготовлять иван-чай и очень много спорных вопросов, как получить качественный иван-чай. А качественный иван-чай вы получите, если разберетесь, как правильно его ферментировать. Итак, с чего начинаем? Мы находим поляну в лесу, где растет иван-чай. Собрали мы иван-чай в лесу, привезли домой, вот видя таких вот цыбуков. Нижнюю часть, там где уже листья немножко поврежденные, мы обрываем, выбрасываем. И сверху, видите, берем и чистим листья. Одна веточка, вторая. Видите, у меня уже из трех веток получилась целая тарелка иван-чая. И таким образом мы полностью чистим листья. Вот. Можем немножко их подвялить. В теньку, час-два перемешивая. Потому что, когда вы эти листья почистите, и они кучей лежат, они начинают греться. То есть у них уже идет процесс окисления. Дальше. Следующий этап. Заготовили листья, их надо перетереть. Каким образом? Можно руками. Вот я беру и руками тру. То есть, видите, они уже должны быть все смятые. То есть, что этим мы достигаем? Мы нарушаем структуру этого листа иван-чая. Нарушивали структуру, значит, все питательные вещества, которые находятся послойно в листе, они как бы соединяются между собой. Дальше. При ферментации эти листья должны пустить сок. Примерно принцип квашения капусты. Вот мы нашатковали капусту. Также мы и трем эти листья. Можно их даже пошатковать. Каким образом? Взять через корморезку. Я пробовал это. Брать через корморезку, их резать грубо. При резке они перетираются. То есть, тот же самый процесс происходит, как и я вот вручную делаю. Можно пускать эти листья через грубую мясорубку. То есть, эта мясорубка будет частично их резать. И в то же время перетирать. И они такие же будут в мясорубке выходить протертые. Видите, как они даже цвет немножко меняют на темные. Вот этот уже лист иван-чая готов к ферментации. Очень много спорных вопросов и в интернете, и в литературе. Как же должны эти листья проходить ферментацию? Значит, все вы, наверное, дома квасите капусту. Такой же принцип. То есть, мы капусту перетерли, порезали. Вот. Заложили в емкость. Придавили, чтобы она пустила капуста сок. И так она 2-3 дня квасится. Так же самое мы поступаем и с иван-чаем. Берем этот иван-чай и помещаем в емкость. Емкость у меня для иван-чая – это пресс. То есть, каким бы вы способом не пробовали выделить отсюда сок, пишут, что «Ой, мы подтерли, придавили кастрюлькой, и эти листья начинают сок пустить». Не дадут они эти листья сока. Даже я пробовал разделить половину листьев, пустить на сок, и потом этим соком залить уже перетертые листья. Я 20 грамм сока получил из мешка листьев. То есть, этот процесс меня не устроил. Я использовал просто пресс. В пресс я закладываю полный пресс этих перетертых листьев, как капусту в ходушку. Вот у меня полный пресс. Я этим прессом сдавливаю вот в такой объем листьев, вот в такой блин. И уже когда мы эти листья сдавливаем по максимуму, они начинают пускать сок немножко. Я даже вижу, что у меня уже в прессе начинает сочиться сок. И вот этот момент надо уловить. То есть, если больше давить, сок просто мы будем выдавливать, и он будет течь эспрессо немножко. Но я останавливаю выдавливание, и в этом состоянии вот эти листья, как капуста в кадушке, 3 дня квасятся. То есть, они без воздуха, как в щелосной яме находятся. Они сбраживаются, вот как капуста сбраживается, так и сбраживаются эти листья. И через 2-3 дня вот этот уже иван-чай пройдет брожение, не окисление, как обычно рассказывают. Вот взяли мы, перетерли иван-чай, положили в тарелку, накрыли тряпочкой, и он ферментируется. Ферментации не будет. Вот ферментация будет, если вот эти вот перетертые листья будут находиться в закрытой среде в собственном соку. Вот принцип ферментации. Как кто это будет делать? Ну, можно придумать несколько технологий. Но в домашних условиях, я считаю, что вот это идеальный вариант. То есть, перетереть в пресс, эспрессо в сушилку. Проходит 2-3 дня при комнатной температуре, он ферментируется, вот сбраживается. И затем мы достаем вот блин, где-то толщиной на 2 пальца с этого пресса, его разламываем, разъединяем эти листики, чтобы они опять с такой плотной структуры разделились на один листик. И разлаживаем в сушилку. Вот мы разложили в сушилку. Вот эти листья перетерты и прошедшие ферментацию. И сушим. У некоторых, кто занимается иван-чаем, есть варианты сушить в духовке. Даже некоторые говорят, жарим при 120 градусах. То есть, ну, мне надо просто этот проферментированный, сброженный лист высушить. И зачем больше 100 градусов давать этому листу температуру? Да, надо дать повышенную температуру. Где-то можно сушить при 45 градусах, а можно сушить при 70 градусах. У меня такая сушилка, что она позволяет выставлять температуру. И я где-то на начальном этапе ставлю 70 градусов. Для чего? Потому что мы достали с закрытой емкости, закрытой емкости, там, где не было кислорода, спрессованный этот иван-чай. И когда мы его разложили вот в таком виде, он начинает окисляться, как любой продукт. Чтобы остановить процесс окисления, мы должны его обдуть быстренько повышенной температурой. Вот 70 градусов, я считаю, это идеальный вариант. За 4-5 часов у меня полностью иван-чай высушивается. И получается где-то вот ведерко 10-литровое с сушилки иван-чая. Дальше. Что с этим иван-чаем можно делать? Ну, в первую очередь, надо его уметь правильно сохранить. Вот, чтобы тут моль не заводилась. Иногда мы вот на это не обращаем внимания. Где-то емкость. Некоторые рекомендуют, ой, давайте в мешочках. Матерчатых хранить. Но, как показывает практика, в эти мешочки быстрее заползает моль. И к концу зимы вы можете рассадник моли получить из этого мешка. Поэтому вот эти вот емкости, они герметично закрываются. Туда уже моль не может попасть. Можете для полной уверенности сюда еще положить веточки полыни. Полынь тоже отгоняет моль. И на зиму я стараюсь хранить вот эти листья где-нибудь на балконе, где температура минусовая. Минус тоже убивает моль. Вот в этом году, в этом году мы заготовили таких шесть ведерок. Представляете, вот сколько надо денег потратить, чтобы в магазине купить вот по объему шесть ведер чая любого. А мы вот в домашних условиях это делаем, зная технологию, это не составляет труда. Даже нам доставляет удовольствие вот заниматься этим. И на заготовке у меня внуки даже принимали участие. И с удовольствием ползали по лесу и целыми охапками носили вот такой иван-чай. Сегодня мы с вами поговорили о его пользе, о процессе ферментации. Я надеюсь, что вы много полезного почерпнули из нашего разговора. Поэтому желаю вам приятного аппетита и всех благ! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»